вы готовы дети новое интервью game дизайнера еще одного приветствую вас друзья с вами варчик вышла новая статья game дизайнер это инженер архитектор игры новое интервью в этом видео я вам расскажу что там было самое смешное что тут есть это оглавление описание статьи в самом начале если статью самой не читать отдельно прочитать только эти пять строчек то это просто ржака как потенциальный микробиолог и журналист стал гейм-дизайнером это первое но реально действительно а как микробиолог и журналист стал гейм-дизайнером мира танков вопрос интересный очень занятный это даже интереснее чем игорь который просто подал заявку и сам не ожидал что прошел здесь у нас гейм-дизайнер семён дальше как строится работа над новыми игровыми механиками почему гейм-дизайнерам нет постоянной команды в оглавлении звучит смешно конечно но потом объяснение в принципе логично и будет в чем секрет успеха лбз зачем в игре танки 11 уровня так если отдельно посмотреть эти пять пунктов которые нас ждут в этой статье то они конечно смешные ну а там дальше в принципе статью если разбирать в ней ничего такого особо нет семён в мурманске закончил гимназию после которой поступил в университет на специальность микробиология спустя какое-то время оставил этот универ и пошел на журналистов мурманский педагогический университет на первом курсе к ним с лекции пришел арт-директор единственно тот момент игровой студии в городе после этой встречи наш семён понял что будет гейм-дизайнером в общем и целом пока семён учился он параллельно еще учился быть гейм-дизайнером брал на себя разные проекты собирал команду ребят которые тоже хотели попасть в гейм-дев все это он делал для того чтобы после выпуска из университета у него на руках уже было какое-то портфолио на его первую работу на одно место претендовала 600 человек и конечно же взяли нашего семёна потому что он молодец и заранее уже ко всему подготовился а вот в танке он играет с 2010 года и в отличие от игоря этот гейм-дизайнер должен был застать те времена когда игра была в плане геймплея в хорошем состоянии там были конечно вопросы больше к техническому теперь наоборот чаще вопросы геймплею чем к техническому состоянию как только игра появилась семён был без ума от игры он и папу своего подсадил и они долго много и с кайфом играли в танки 2023 году семён написал рекрутеру из мира танков спросил если вакансии и как по стечению обстоятельств именно вакансия гейм-дизайнера была свободна семён на нее сразу и заскочил вот так вот сходу также семён рассказал про те корочки который получил после обучения в принципе у семена примерно такой же взгляд на это дело он считает что высшее образование важно и нужно не только потому что она дает знания и навыки в какой-то определенной узкой сфере а скорее потому что в универе ты учишься искать и структурировать информацию общаться договариваться с людьми понимать их правильно излагать свои мысли как оказалось все это базовые и необходимые навыки для работы им дизайнером я считаю что эти навыки в принципе и в жизни то лишними не будут поскольку после школы ты просто чё ты там отсидел от звонка до звонка и все а вот в институте надо уже шевелиться договариваться ходить узнавать налаживать отношения с разными незнакомыми людьми и это уже квест поинтереснее опять вопросы на чем любит играть семён на бураски и на тайп 5 хэви нравится семёну огромные танки поскольку семён на них ощущает некую хтоничность существования дальше идут вопросики про работу в чем суть что входит в его обязанности семён отвечает за создание правил игры то есть все вот эти вот механики которые мы видим на экране там всякие лампочки и так далее семён определяет по каким законам она работает как эта механика вообще себя проявляет как она взаимодействует с игроками и как игроки с ней взаимодействуют тоже мне вот очень сильно понравилось взаимодействовать с гидропневмоподвеской особенно после того как ее переделали также в обязанности семёна входят различные расчеты экономики прогрессии игроков написание документации что нужно сделать программистом и каким образом проверка выполненной работы совместно с кьюа инженерами если очень упрощенно это все объяснить по словам семена рабочий процесс состоит так приходит к примеру креативный директор обозначает проблему которую надо решить соответственно моя задача придумать способ решения этой проблемы или вот еще например задача сделать танки 11 уровня я думаю анализирую заказываю различные исследования чтобы определить почему эти машины могут быть интересны игрокам потом все это структурирую описываю в рабочей документации а так как дело касается непосредственно танков и их ттх плотно общаюсь с коллегами из ей баланса также еще как распределяются роли в команде семена каждый раз под создание какой-либо фишки фичи механики создается отдельная команда временная и туда набираются люди которые нужны для создания этой фишки снова вопрос который был для игоря его задают и семена какая для тебя была самая сложная задача и семён сразу отвечает что танки 11 уровня они долго делают и еще не доделали и работают и дальше снова вопрос читает ли семён форум комментарии так далее да он там 150 страниц про лампочку свою измененную прочитал любит снова конструктивную критику а вот критика в виде если вы это сделаете я уйду из игры это не очень конструктивно поэтому мы всегда рады развернутым и обоснованным отзывом как по мне вполне себе конструктивно человек видит что сделали что-то что ему не нравится он уходит из игры куда еще конструктивнее а как на его взгляд должно происходить о добавили какую-то хуйвер тень которая мне не нравится давайте еще вот вам денег сделайте еще дерьмо срочно хочу больше дерьмо прям на лицо вот сюда выгружайте я буду в это играть вот заберите все мои бабки вот такая конструктивность должна быть или как или человек который просто играет должен им дизайнеру объяснить почему ему не нравится или сделать за него его работу еще и продумать как оно должно быть или что будет в игре если что-то там добавят но человек который занимается этим внутри еще играет в игру возможно сам может это видеть плюс еще и обладает огромным количеством различных статистик а на форум понятное дело что в основном будут приходить люди которые недовольны поскольку те люди которые довольны они просто довольно поиграли с кайфом и никуда ничего не пишут зачем им это делать максимум они могут иногда там под каким-то праздничным видосиком написать комментариям спасибо за игру все классно а бегать по форуму и выписывать что ой все хорошо у меня никто этим заниматься не будет точно так же как и расписывать что-то там рандомный чел который еще и так себе играет скорее всего вряд ли он будет или может написать непонятно что поскольку он в игре так себе разбирается а сейчас основная аудитория именно из таких в основном и состоит поскольку основная часть хорошо играющих чаще уходит из игры чем остальные поэтому и разбираться в их писании не это конечно занятие интересное тут в целом бы обратить внимание на то что людям нравится не нравится что токсично не токсично из-за чего люди уходят как раз таки из-за огромного количества добавленных токсичных механик танков содержание боев механик там стрельбы не особо прозрачных и понятных и что тут на форуме можно расписать человеку не нравится что еще сверху добавляет какую-то дичь и вот он пишет что я ливаю он же пришел на форум это написать не просто так а потому что он уже давно наверное страдает и сверху ему еще мешочек закидывают с подарками а он и так еле вывозят почему введение танка в 11 уровня приоритетнее решение некоторых существующих в игре проблем во первых работа над существующими проблемами ведется безостановочно да она то ведется но чет них чего не решается и тут я могу сразу сам себе и ответить ведь не все проблемы разработчики считают проблемами поскольку это проблемы игроков они разработчиков это же очевидно посмотрел все вопросы ответы разрабов можно прийти к выводу что есть два мира в игре мир танков один мир танков это как его видят разрабы 2 это как его видят игроки у игроков проблем намного больше поскольку у разрабов той turbo боев нет у них средняя продолжительность боя 78 минут они там бой наверно считать начинают еще из ангара когда вы мышку только начинаете кнопки в бой подводить если посмотреть большинство боев до 8 минут вообще не доходит а это среднее значение как оно может быть средним если чаще всего бои раньше заканчиваются но тут наверное расчеты такие же как и с вбр м если мы занимаемся 11 уровнем это не значит что мы не занимаемся больше не чем ведь за разные вещи отвечают разные люди да но вы это в этой же статье сами написали что под создание каких-либо фишек вы набираете временную команду значит вы откуда-то их же берете значит люди чем-то занимаются значит все эти люди скучковались и делают эти 11 лвла значит в этот момент они не могут сформировать другую команду временную которая занимается чем-то другим пока мы делаем 11 уровень кто-то из программистов решает проблему производительности огнеметов или пока мы работаем над сборочным цехом коллеги из левел дизайна балансируют карты но я видел работу левел дизайнера этим коллегам желаю здоровья крепкого или вот производительность огнеметов но это же что-то тоже новое то есть он перечисляет как они работают над разными вещами одновременно но это все из новинок а вот старым никто ничем не занимается например пока мы занимаемся 11 уровнем и перечисляет как кто-то другой занимается тоже другими новинками но сверху чуть чуть выше на пару строчек семён нам рассказывает что работа над существующими проблемами ведется безостановочно а существующие проблемы это те которые вы сами только что подкинули себе поломанные гидропневоподвески плохая оптимизация огнеметов и так далее а вот основательные проблемы движка или те вещи с которыми игроки мучаются каждый бой там с камерой это все как говорится особенности движка во вторых любое количество пофикшенных проблем не дает игрокам новой цели у нас сейчас очень много игроков у которых все есть что им делать дальше именно поэтому повторюсь наша глобальная цель подарить игрокам новый опыт вот два гейм-дизайнера и горек и семён взяли ускорили сильно прокачку особенно на новом аккаунте добавили академию где просто направо и налево раздают тебе x5 что ты там за пару сотен боев выкачиваешь 45 веток а потом семён удивляется чем же заниматься игрокам ведь у них все есть так а какого хера ты ветки просто за 100 боев жменями прям прокачиваешь у тебя новички просто за пару сотен боев оказываются на десятках еще и не просто на одной а у него и выбор из нескольких а потом он задается вопросом где брать серебро прям танки прямо аккаунт и все новичка пытается сразу в поймать в капкан ресурсики надо фармить а то что этот игрок не вообще ни черта не понимает куда он попал и как в это играть это никого не волнует вот тебе еще танчики в аренду в натиск чтоб ты туда тоже зашел серебро тоннами сливал вот тебе фулал да за серебро что ты если хочешь результат получше делать стрелял голдой и тратил еще больше серебра чтоб не дай бог тебе его не нигде не хватило вот тебе танчики за боны можешь бонов магазине купить только для этого сыграй на десятках много боев или если все это не хочешь вот тебе марафончики на прям танчик который попробуй на скорость еще выполнить если ты все-таки выполнишь что ты все-таки продолжительное время повышал онлайн молодец онлайн и так катится в тартарары поэтому у тебя прям танчик все-таки по фарме свое серебро вот тебе лбз первого фронта второго фронта упрощенные три-четыре раза по выполняй их вот тебе еще чертежей чтоб ты еще быстрее танки прокачивал вот тебе в прям аккаунте x3 вот тебе резерве ки направо и налево и жмениями не дай бог ты за пару тысяч боев чуть ли все ветки не прокачаешь после чего у игрока возникнут вопросики почему после плотной игры пару лет в танке у меня в ангаре все есть куча бесплатных прям танков десятки штук куча прокачанных веток там прочти все наверно будут прокачаны и чем заниматься дальше поскольку раньше игра не так быстро себя израсходовала сейчас игра как будто бы в турбо режиме вся скорость на максимум теперь разработчики сами себе подкинули работы окажутся у игроков у многих все есть не у всех но примерно у десяти процентов есть все и надо что-то им закинуть еще и вот у нас семенцы а реком придумали 11 лавала огнемётики и понеслась вот по сбрасываем мы веточки получим танчики из орбиты премиумные восьмого уровня у меня их уже 100 чем-то штук девятки там десятки акционной которых у меня уже там сотня и 11 левел и опять же всю эту чепуху скорее всего тоже мы будем получать и проходить не так уж и долго очень сильно сомневаюсь что люди у которых есть все в игре будут годами это проходить ну дай бог там месяцок лбз дай бог там веточки по сбрасывают тоже не годами это все будет поскольку сейчас такие скоростя прокачив что как можно вообще ветку годами качать или месяцами дай бог там неделька или несколько дней в зависимости от того насколько человек много играет в танки а мы можем увидеть что очень много танкистов имеют у себя на аккаунте по 50 по 80 по 100 тысяч боев и продолжают играть то есть время на игру они тратят много не надо говорить что там работа там личная жизнь еще что-то понятное дело что это все есть но статистика есть статистика мы видим что боев все равно до хрена у игроков которые играют в танки а вот новичков их мало и люди которые все имеют по быстренькому туда-сюда все пройдут дай бог если это все зато не затянется хотя бы на полгода на год но мне что-то кажется что дай бог хотя бы месяц-два и в принципе снова все этот большой патч себя израсходует и начнется спад и особо какого-то прироста он не даст поскольку очень сильно сами ускорили все эффект того что ты вот что-то получил ты чего-то достиг это прям достижение которое приносит какую-то гордость и кайф и ты потом этот танчик изучаешь катаешь долгое время он уже давно улетучился это все сильно ускорилась и скукожилась а зачем так было сильно ускорять я не знаю видимо для того чтобы огромному количеству разработчиков было чем заниматься создавать новый контент как на конвейере не будешь же целыми десятилетиями циферки у танчиков туда-сюда совать и больше ничего наша глобальная цель подарить игрокам новый опыт это конечно хорошо и замечательно но я бы все это событие слишком сильно не переоценивал ожидают ли новые танки и нации в одиннадцатом уровне ожидаются но каких наций семён нам не расскажет видимо когда-нибудь потом также семён работает еще и над новыми лбз секрет любой хорошей фичи это эмоции случае с лбз ты замиранием сердца ждешь новые задачи и серию боев гадаешь сможешь ли их выполнить например ты выполнил какую-то задачу четыре раза а ее нужно выполнить пять раз и вот наступает этот последний бой ты делаешь все что можешь и у тебя получается эти эмоции непредаваемые пока тут семён рассказывают какие-то вымышленные истории с эмоциями люди пыхтят там еще в первый фронт общая масса но у семена тут какие-то непередаваемые впечатления от 5 задач подряд но на словах семён конечно лбз жестко выполняет хотелось бы увидеть статистику семена вот это было бы наверное фантастическое зрелище новая компания лбз будет круче предыдущих она будет немного идей на другой задумка в том что базовые танки смогут получить большое количество игроков я имею ввиду армт тф-2 кларк и project мурат а вот получение одиннадцатого уровня потребует выполнение всех лбз с отличием что будет сложно кроме того в этот раз не будет задач которые вызывали много сложностей например на оглушение при этом все задачи будут выполняться на всех классах техники то есть мы не будем жестко ограничивать игроков все это позволит более комфортно проходить лбз но по поводу лбз там до сих пор есть задачи очень конченые в первом фронте во втором но исправление старых фишек не даст новых целей поэтому нахер они всрались давайте новый лбз делать с семеном и с игорем нахрен те старые базы вперлись кто их не сделал тот лох а кто сделал им надо новый контент все правильно также вопросе как семён отдыхает от этой напряженной работы свободное время он собирает миниатюры для настольных игр и конечно же много играет он убежден что гейм-дизайнер обязан любить игры и играть практически во все что выходит вот семён наверное играет во все кроме танков но это не точно иначе бы он не рассказывал таких фантастических историй а по поводу конструктивной критики на форуме мог бы и сам понять почему она такая на этом у меня все с вами был варчик и рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока пока Субтитры сделал DimaTorzok